Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в эфире радиостанции «Голос надежды» звучит программа студенческого радио из Заокска. Всем привет! С вами студенческое радио Зао-ФМ. До Нового года осталось всего каких-то пять дней, и потратить их нужно с толком, ведь дорога каждая секунда. Поэтому в эти деньки нужно слушать только самую лучшую музыку и заряжаться исключительно хорошим настроением, чтобы на позитиве встретить предстоящие праздники. И как всегда Зао-ФМ поможет вам в этом. Если мой народ смирится пред мной, молитвы вознесет, взыщет искренно лица моего, все злое отвергнув прочь. Я услышу с неба и прощу их грех, исцелю им землю, утешу всех. О, исцели нашу землю, отец народ свой, обрати к себе. О, исцели, отче, услышь нас, исцели, прости наш грех, и мир твой нам пошли. Пред тобой, Господь, смиряемся мы, молимся день и ночь. Ищем искренно лица твоего, все злое отвергнув прочь. Ты услышь нас, небо, и прости нам грех. Исцели нам землю, утешь нас всех. Исцели, отче, услышь нас, исцели, прости наш грех. И мир твой нам пошли. О, исцели нашу землю, отец народ свой, обрати к себе. О, исцели, отче, услышь нас, исцели. Прости наш грех, и мир твой нам пошли. Друзья, в эфире чесночное шоу на ЗАУ-ФМ. Света, итак, Новый год приближается к нам с невероятной скоростью. И, конечно, мы не можем о нем сегодня не поговорить, не затронуть его, ведь это такой здоровский праздник. Ответь мне на такой вопрос, согласна ли ты с тем, что Новый год один из самых романтических праздников? Конечно, с тобой, Даник, согласна, но он романтический в том случае, если у тебя есть вторая половинка. Ну, а если ты одинок, неужели нет никакой романтики? Ну, когда ты один, я не считаю, что это романтика. Романтика как минимум из двух. Интересно, интересно. Ну, любовь. Любовь прекрасна, и сегодня мы, друзья, поговорим о любви, потому что вот в Новый год хочется поговорить о чем-то светлом, о чем-то прекрасном. Будо радующим, буду радующим, буду радующим, радующим твой внутренний мир, и мы сегодня поговорим о любви, потому что о ней можно говорить бесконечно. Вот, Света, я сегодня шел на эфир, размышлял об этом о всем, и пришел к простому выводу, что вообще-то любовь – это центр всей нашей жизни и центр вселенной. Вот, посмотри, послушай, о чем поют люди? Большинство песен про любовь. Какие там цветочки? Все о любви, 99,9%. Это, кстати, доказано уже. Либо счастное, либо несчастное. Фильмы – почти все о любви. Книги о любви. Света, понимаешь, что все стремится к любви. Это такая черная дыра, которая засасывает себе все и вся. Вот, и это очень серьезно, Света. Мне больше волнует другой вопрос, Даник. А вот когда ты сегодня прогуливался, не встретил ли ты свою любовь? Ну, не знаю, была ли у тебя любовь с первого взгляда? Вот какая-то девушка прошла, и ты все, влюбился. Ну, здесь уже нужно разобраться в понятиях. Конечно, я влюблялся. И, конечно, я влюблялся с первого взгляда. Но это влюбленность, а не любовь. Ты же понимаешь, что есть разница между этими понятиями? Ну, вот мне интересно, существует ли любовь с первого взгляда? Да, друзья, именно этот вопрос нас очень интересует, и мы просим вас писать ваше мнение по этому поводу. Пишите нам вконтакте и на нашем сайте, встречали ли вы любовь с первого взгляда, и вообще верите ли вы в любовь с первого взгляда? Так, Деник. Так, Света, пришло время для чего-то такого интересного про любовь. Ну, давай. Давай. Первый факт интересный про любовь, который мы хотим с вами обсудить, будет такой. Опираясь на статистические данные, можно сказать, что каждый человек в среднем до вступления в законный брак влюбляется семь раз. Я в шоке. Света, сколько раз ты уже влюблялась в своей жизни? Ну, это как бы влюблялась. Если не... Да, Ксила Смета занялась. Да, я занялась. Сегодня будет много, друзья мои, вот таких вот интересных вопросов, слегка каверзных, но очень честных, ведь у нас чесночное шоу The UFM. Хорошо, Света, если хочешь... Ну, больше одного раза. Хочешь, я освобождаю тебя от ответа на этот вопрос, тогда и сам отвечать не буду на твои каверзные вопросы. Значит, среднестатистический человек семь раз. Ну что, неплохо, неплохо. Идем дальше. Света, когда мама спрашивала тебя, Светочка, вот ты приехала на каникулы, значит, мама посадила тебя за стол, тут блинчики, значит, здесь сметанка. Светочка, вот ты вот за этот год не встретила там какого-нибудь вот мальчишечку такого добренького? Или спрашивала тебе мама там, а вот что у вас там с Сашенькой? Вот он такой хороший, умненький. Бывает же, спрашивают близкие люди про... И почему-то довольно часто. Да, про твою личную жизнь. На самом деле, ученые это дело все исследовали и пришли к очень простому выводу. Некоторые люди предпочитают отрицать свою влюбленность. Кто-то просто таким образом отговаривается от близких, думая, что это не их дело. Ну, знаешь, на самом деле, лично у меня такое бывало, да. Да, психология, я согласен с этим абсолютно. У меня тоже такое бывало, и не один раз. Даник, а знал ты, что любовь – это не просто чувство, это болезнь. Я в этом абсолютно уверен. Вот мы нашли такую интересную информацию, что в реестре заболеваний ВОЗ появилась новая болезнь под номером F63.9. То есть это любовь. То есть болезнь так называется, научное название ее – F63.9. Ее отнесли к психическим отклонениям и разместили в пункте расстройства привычек и влечений. Да, Света, земля – это большая психушка, в которой находится множество больных. Большинство – один и тот же синдром. F63.9. Итак, симптомы болезни любовь официально названы. Навязчивые мысли о другом человеке – раз. Резкие перепады настроения – два. Жалость к себе, повышенное чувство собственного достоинства, прерывистый сон и бессонница. Кстати, судя по последнему, большинство студентов… Влюблены. Да, наверное, в науку. Необдуманные импульсивные поступки, головные боли, даже аллергическая реакция и перепады артериального давления. И последнее – это синдром навязчивой идеи. Вот пришло тебе что-то в голову, и ты не можешь это не сделать. И отвязаться не можешь от человека. Какой вывод мы делаем? Любовь – это очень-очень опасно. И, кстати, существует один американский психолог, Дороти Теннон. Он в своей книге «Любовь и влюбленность» считает, что влюбленности… Ну, он, короче, в общем, он не считает, что влюбленность… То же самое, что любовь. Он описывает ее, скорее, как болезненное состояние, имеющее какие-то… ну, те симптомы, которые ты перечислил выше. Вот. Света, я всегда приду тебе на помощь. Вообще, любовь бывает разная. Бывает дружеская любовь. Вот, Света, я тебя очень сильно люблю по-дружески. И всегда приду тебе на помощь в эфире, когда тебе не выговорить слово «прыжок с перепад-вы» подвертым. Или среднестатистический. Я с тобой. Следующий факт. Еще интересная особенность. Да, Света. Возбуждение от физической нагрузки способствовало романтическому интересу. Опасно влюбиться в того, с кем ты ходишь в спортзал. Я в шоке. Интересный факт, действительно, когда мы все в активности. Вообще, любовь – физиология. Там все активизируется. И опасно, друзья мои. Очень опасно. Вообще, любовь – это химия. Если знать все эти тонкости, то намного проще понимать поведение людей. Вот у нас в Заокском есть прекраснейшая преподавательница Щеглова Наталья Ильинична. И она частенько нам рассказывает про всякие вот такие вот химические процессы, которые, оказывается, и являются это влюбленными. Знаешь, когда я в школе еще училась, нам учитель физкультуры всегда говорил. Девушки, хотите найти себе хорошего, достойного мужа, ходите на тренировки по волейболу. Теперь я понимаю, что он имел в виду. И еще один интересный факт. Знала ли ты, Света, что когда любовь разрывается, ломается в дребезги у человека, повышается чувствительность к физической боли. То есть расстался вот ты с девушкой, и все. И вот вчера ты поделался ножиком ничего. Ты мужик, терминатор, мне не больно. А сегодня очень больно. Это вот все, понимаешь, все упирается в физиологию. То есть ты слабеешь не только морально, но еще и физически получается. Да, любовь это наше уязвимое место. Она может сделать нас сильнее, а может сделать слабее. Так что обязательно нужно в этом деле разобраться. Поговорим о серьезном по чесноку. Друзья, в эфире чесночное шоу на ЗАУ-ФМ. И сегодня мы говорим про любовь, и мы говорим про то, как любить, 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 еще раз любить. И в гостях у нас наши любимые друзья. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, представьтесь. Вот у нас есть Леша Драч. Добрый вечер. И его супруга Маша. Всем привет. Мы рады вас видеть. Вы уже были у нас в гостях. Ну, вы, в смысле, Маша. Ну, да, и со всей семьей. Да, Леша, Леша у нас сегодня в первый раз. Ну и здорово. Спасибо. Поздравляем с дебютом. Расскажите нам немного о себе. Кто вы такие? Да. И где работаете? Как вы сюда попали? Почему вас пропустила охрана? Маша начнет. Отлично. Джентльмен наступил. Это проявление любви. Ну, я уже о себе рассказывала. Так что, Алеша. Да, друзья мои, сейчас зайдите в архив из СССР. ФМ, найдите тот выпуск. И там вы узнаете все про Марию. Откуда ты к нам приехала? Ну, меня, в принципе, ничего не изменилось. Я осталась здесь жить. Переехала я из Москвы сюда. Вышла замуж. Вот, работаю здесь в поселке за Омском. Отличное место. Вот, мой муж старается, чтобы здесь было все прекраснее и прекраснее вокруг. Да, мы, кстати, облагораживали. Да. Спасибо. Ну, значит, ты человек теперь за Огский. Да. Это серьезно. Я чувствую себя местной. Это серьезно. За Огский однажды, за Огский навсегда. Леша? Да, я в за Огском уже лет, наверное, у меня с датами туго, но лет 17 живу, в общем. И, но, вот Маша за свои, сколько ты здесь уже? Почти год, да? Десять месяцев. Знает, наверное, больше людей в своей деятельности, чем я. Через ее руки проходит очень много людей, в общем. А до того, как повезет за Огский? Откуда кормят и идут? В Сочи. В Сочи. В Сочи. В Сочи, да. Горячий южный парень. То есть зевляк, по сути мой. Да. И, кстати, сотрудник Зоопской духовной академии. Да, я работаю в бухгалтерии. Считать деньги. Кстати, деньги и любовь очень сильно связаны. Так что ты сегодня будешь в теме. Это еще не факт, Даник. Не факт. Обсудим. Сейчас все обсудим. Итак, начнем с самого простого. Вы вообще в любовь верите? Вот есть какой-то смысл с вами сейчас общаться? А есть ли смысл задавать эту вопрос? Учитывая то, что вот Маша замужем, он женат. На друг друге как бы. Хорошо, тогда мы ставим ответ на этот вопрос автоматом. Договорились. А вот верите ли вы? Помолчим. В любовь с первого взгляда? А вот это уже серьезный вопрос. Муж задумался. А Маша на него стрелки переводит. Ну, это, наверное, начало любви, я думаю. Ага. В первый взгляд. То есть все-таки бывает, что зацепит что-то там внутри? Ну, конечно. В первого взгляда? Да. Если на этом все не останавливается, значит, любовь с первого взгляда существует. Отлично. Отлично. Хорошо. Ну, получается, если любовь с первого взгляда, может ли слепой пережить любовь с первого взгляда? Вот, тоже вопрос хороший. Любовь с первого слова. Любовь с первого... С первого звука. Нет, с первого куска пирога, таленка супа. Друзья, дорогие радиослушатели, нам тоже интересно узнать, верите ли вы в любовь с первого взгляда? Да, ваше мнение оставляйте на нашей страничке ВКонтакте, либо на нашем сайте зауфм.ру. Мы все зачитаем, все обсудим, всем поставим пять с плюсом. Итак, разобрались про любовь с первого взгляда, но, мне кажется, нужно разобраться в понятии. Вот, любовь. Хорошо, любовь. А существует такое слово, как влюбленность. Такое слово, как... Симпатия. Симпатия. Одно ли это и то же? Вот, например, влюбленность и симпатия. Вот просто понравилось, и влюбленность как-то уже посерьезнее звучит. Вот одно это и то же. Или это синонимы? Что-то похожее. Что-то похожее. Я считаю, что вообще, ну, как бы, слова, они не всегда корректно отображают реальность. То есть, слова – это просто инструмент, который, ну, так же, как, например, нарисовать картину, да, это будет, даже сфотографировать что-либо, это будет отображение реальности, но это не будет реальностью, полной реальностью. Поэтому, как бы, наши слова, вот, мы говорим, там, любовь, влюбленность, там, привязанность, но это просто какое-то такое, мне кажется, как-то скудное отображение того, что есть на самом деле, вот. Поэтому, ну, как-то сказать, что любовь и влюбленность – это разные вещи, я не могу, например, потому что, мне кажется, что на самом деле ни то, ни другое не отражает реальности на самом деле. Это серьёзное заявление. Ну, может, и у каждого своё понимание. А у тебя какая истина? Ну, что-то похожее, мне кажется. Поэтому мы вместе. Но, несмотря на то, что у каждого своё мнение, есть какая-то истина. Да, просто ничего похожего на любовь нет. Очень. И на самом деле, как мне кажется, 90% людей утверждают, что любовь и влюбленность – это разные вещи. И то, что вы сейчас говорите, что, в принципе, никакой разницы нет, потому что эти понятия не отражают всей сущности и всей глубины состояния вашей души. Не знаю, как-то вот я первый раз слышу. Ну, это здорово, понимаешь, что люди копнули глубже. Ребята, вы вот начинаете нас удивлять. Да, мне уже нравится. Мне нравится. Хорошо, мы ещё обязательно затронем эту тему сегодня, потому что влюблённость – это, ну, как бы серьёзно. Об этом надо говорить. Насущно идти. Очень насущно. Но сначала мы хотели бы услышать ваши комментарии по поводу интересных, парочку интересных фактов про любовь. Вот, например. Вот, например. Сколько может длиться любовь, как вы думаете? Какую самую вечную пару вы встречали? Там, может, какие-нибудь по 50 лет вместе жили, по 40. Встречали ли вы таких лет? Ну, естественно. Бабушки, дедушки, родители. Сколько? Мамин родители, они прожили 62, по-моему, года вместе. Вместе. Но их уже нет, к сожалению, да. С одним и тем же человеком 62 года. Надо выбирать тщательно. Ну, сначала, да, не стало дедушки, и потом бабушка сильно затасковала. Без него просто это было реально. Что всю жизнь прожили вместе, и тут этого человека нет. 62 года прозвучала цифра. А что говорят с этим ученые? Кто больше? А ученые утверждают, что влюбленность по физиологическим причинам сохраняется в нашем сознании не больше года, а любовь не больше трех лет. Однако нигде нет упоминания об имени этого ученого, так что это может быть слух, либо стереотип какой-то. Вот что вы думаете по этому поводу? Что вот любовь, в общем, длится четыре года. Дальше что происходит с человеком, неизвестно. Может быть, привязанность, может просто, не знаю, там, привыкание какое-то. И стоит пояснить, что здесь сказано, длится не больше четырех лет по физиологическим причинам. Значит, какие-то... Вы вообще согласны с тем, что любовь – это химия? Да. Да, то есть любовь – это химия. Любовь – это химия и физиология тоже. Вот, получается, четыре года, ты любишь человека, у тебя химия, гормоны, счастье, радость. Но ученые, вот как мы читаем, какие-то там ученые вроде бы как бы доказали, что через четыре года все эти гормоны как бы прикрывают свою лавочку, и все. Никакого тестостерона. Это просто название книги. Любовь живет три года. Ничего больше. Не, ну интересно, да? То есть как бы у всех наших чувств есть какое-то физиологическое обоснование. То есть там, когда видишь человека, в который ты влюблен, тебя там выделяют надпочечники или что-то, какой-то серотонин. Вот. И это не может продолжаться вечно, конечно. Это какая-то зависимость физиологическая. Так что происходит дальше, когда прекращается выделение этих гормонов, а люди уже поженились? Они продолжают любить друг друга? Как вы думаете? Ну да, я поэтому думаю, что не стоит обманываться как бы и путать вот это чувство. Оно близко к наркомании, мне кажется. То есть ты когда видишь этого человека, оно как бы у тебя вырабатывается, этот фермент, который приносит тебе удовольствие. То есть это в принципе, мне кажется, это какое-то патологическое состояние, которое возможно лучше избегать. Потому что, да, многие были покалечены, и многие книги посвящены этому, и как бы люди покончили жизнь печально. Получается, любить это вредно. Но, мы же сейчас не про любовь говорим. Про влюбленность. Ну, можно так сказать. Все-таки мы начинаем потихонечку разграничивать то состояние, когда тебе гормоны бьют в голову, и ты еще не знаешь человека полностью, и в принципе не очень ты ему доверяешь. То есть это влюбленность уже. Да, и то состояние, когда ты человека знаешь уже давно, и ваши отношения это уже не физиология, не гормоны, а это проверенная годами уверенность друг в друге. Точно. Вот, уже интересно. Да. А сколько вы вместе, кстати, уже? Ну, месяцев. Женатые, в смысле? Да-да-да, конечно. Почти. Десять месяцев и два дня. Десять месяцев и два дня. Часы и минуты требуют. Четыре часа и пятьдесят пять минут. Ну, пока общайте, я подсчитаю. Мне понравилось десять месяцев. А встречали ли вы людей, которые абсолютно не способны любить? Пока нет. Может, встречал, но я об этом не знаю. А вот, оказывается, существует болезнь, при которой человек не способен воспринимать любовные эмоции. Она возникает при ослаблении внутренней секреции гипофиза, то есть проблемы с мозгом. Оказывается, есть такая проблема. Что, он не любит никого? Ужасные люди. Ну, в смысле, ужасно им жить. Я их очень жаль. Ну, может, они это не осознают. Что, я не пойму, ему вообще ничего не нравится или что? Ну, видимо, не выделяются вот эти гормоны, про которые ты говорил. Наверное. Нет влюбленности. Не, просто интересно, например, есть, например, любимое блюдо, которое ему нравится или нет? То есть, как бы... Не, я здесь думаю... Я понял, я понял. То есть, это человек, который вообще ничего в жизни полюбить не может? Или это именно на отношениях? Мне кажется, на уровне отношений это. Мне кажется, на уровне отношений. То есть, вы думаете, разные гормоны отвечают за любовь к каким-то блюдам? Безусловно, мне кажется, разные. Ну, потому что не любить еду просто невозможно. Люди, как бы, они вредны еще, с ними как-то можно поконтровать. А еда, она вот лежит такая хорошая. Ладно. Не, ну, возможно, есть же люди-аутисты, да? А им, как бы, совершенно не нужно общения, не нужно никакие внешние связи. Ну, да. Однако еду они любят. Да. Они живут же как-то. Вывод, что еда ни при чем. А вот меня интересует следующий вопрос. Вот, Маш, ну, так по чесноку ответь. Сколько прошло свиданий после того, как ты согласилась встречаться с Лешей? Вот заметь, не там, приняла его, не знаю, когда он тебе предложение сделал замуж выйти из-за него, а вот именно встречаться. Сколько прошло свиданий? Ну, примерно сколько времени вы тут? Вот это уже вопросы, которые задает только наше постмодернистское поколение. Вот сколько вы виделись, общались до того, как вы вот признали свои отношения официально, что да, вот мы парень с девушкой. А, ну, мы общались много. Мы вообще почти все время общались через скайп. Угу. А так, вживую виделись часто? Нет. Ну, мы как бы встретились, мы как-то раньше встречались, потому что наши родители с детства знакомы, дружат. Поэтому мы как-то очень-очень давно встретились в Молдавии. Это был год, эдак, в 2000-м, да? Угу. Ну, никто друг на друга в том противоположении. Да. Так всегда бывает. И интересно. А, значит, ну что, надо писать письмо в скайп. Мы благодарим вас за то, что вы помогли с изданием нашей семьи. Да. Не, ну, началось все с ICQ, по-моему. Вот-вот. Много писем. Все намного глубже. Потом имейлы, потом... Да. Да, были длинные письма. Вообще, я к чему-то задала этот вопрос. Просто ученые утверждают, что большинство пар, как правило, выжидают примерно 6-8 свиданий, прежде чем они начнут встречаться официально. То есть не менее 6-8. Было намного больше свиданий в скайпе, чем мы стали. Ну да, в цифровом пространстве сложно посчитать, сколько встреч было. Еще один интересный факт. Существует утверждение, что чем больше времени пара встречается до бракосочетания, тем больше шансов, что они не разведутся, и у них будет крепкая семья. И здесь такая пропорция. Меньше встречались до брака, меньше проживете вместе. Больше... Мне кажется, наоборот сейчас... Вот. Нам интересно ваше мнение. Как говорит Александр Иванович Лисичный, что не надо затягиваться в встречании. Ну, в смысле, ну, год, это... год-два нормально, если уже больше. Хорошо. Ну, например, мои... Мне кажется, цифра от мужчин. Ну, я думаю, три года нормально. А, ну, потому что мы столько начались. Мои родители тоже три года встречались, да? Да, и я вот, когда женился, как бы, почти не было никаких, как это называется, неожиданных ситуаций, в общем. Я имею в виду... За три года ты хорошенько узнал человека. Да, более-менее ориентируешь, как бы, знаешь, чего ожидать можно. Интересно, очень интересно. Ну, здорово. Идём дальше. Удивительно, но статистика показывает, что самые распространённые браки заключаются между женщиной и мужчиной с разницей в возрасте 4 года. Причём женщина старше. Эти браки самые распространённые и успешные. Что вы думаете... За последние сколько лет? Та-та-та-та, здесь не указано время. Ну, наверное, данные довольно-таки свежие. Вот что вы по этому поводу думаете? Кто должен быть старше и какой... Мы не входим в число распространённых браков. Кто у вас старше? Я старше. Это хорошо. На сколько? На 6,5 лет. На 6,5 лет. И это замечательно. А вы вообще считаете, нормально это когда жена старше мужа? Кому как нравится. Да, это нормально. Я думаю, что есть много... Но меня устраивает наш вариант. Больше. Есть много за и против, как бы, аргументов. То есть тоже есть о чём поговорить? Да, там вот один мой знакомый говорил, у него жена была намного старше, он говорит, что... Мужчины обычно умирают раньше, поэтому, как бы, если мужчина старше, то, естественно, как бы, женщине придётся больше времени, ну, как бы, жить одной. Поэтому, говорит, что я рад, что у меня жена старше, мы умрём в один день. Но ещё бытует мнение, что если женщина старше, вообще, в принципе, девушки, они по развитию немножечко умнее. Так, ну что, девушки умнее? Ничего не доказано. Ну, в общем, что немножко по развитию мы как бы... Ну, ладно. Опережайте нас немножко. А немного опережаем вас, да. И здесь может возникнуть такая опасность, что просто ты будешь всё время указывать мужу, что надо делать. Да. Потому что он не будет понимать. Да, это характер зависит. От возраста независима. Да, тут можно на 15 лет быть младше и... Каждая ситуация индивидуальна. Да. Не стоит об этом. И везде есть свои плюсы. Мы не сможем, да. Мы не успеем сейчас все ситуации обговорить. Да, друзья, ух, любовь, сколько с ней проблем, а всё равно хотим любить. А всё равно хотим любить. И говорить об этом. Наше передача на этом заканчивается. Ждём Ваши отзывы об этой программе. Пишите нам по адресу 127-473 Москва, Абонянский ящик 3, христианская радиостанция «Голос Надежды». Адрес нашей веб-страницы в интернете. www.golosnadежды.ru До свидания. Господь досохранит Вас всех от зла. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok